С вами Николай Пименко в проекте ДАТА. Сегодня 18 апреля, Международный день цирка. Празднование этого дня впервые прошло в 2010 году. Запатентовать и провести данный праздник предложили две крупные международные организации. Европейская цирковая ассоциация и Международная федерация цирка. Ну а само предложение создания такого праздника было обосновано практически полным отсутствием интереса молодежи к цирку, как к виду искусства. То есть бьют тревогу цирковые деятели. Всемирный день радиолюбителя отмечается сегодня. В 1925 году в Париже в этот день был основан Международный союз радиолюбителей. Благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. Ну а членами данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем 150 стран мира. Также сегодня отмечается Международный день памятников и исторических мест. Установлен он в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностей при ЮНЕСКО. И еще День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Ледовое побоище 1242 год отмечается сегодня в Российской Федерации. У родившихся в этот день появился на свет в 1840 году Василий Юнкер, русский исследователь Африки. Совершил несколько путешествий по Ливийской пустыне. Исследовал южную часть Судана и северную часть Куганды. Изучал область водораздела между Нилом и Конго. А в 1937 году появилась на свет Светлана Владимировна Немоляева, актриса театра и кино, известная по многим фильмам, знаковым служебный роман «Гараж небеса обетованные». В 1955 году родился Майкл Науменко, музыкант, певец, поэт-песенник, ведущий вокалист и арт-директор рок-группы 80-х «Зоопарк». Майка Науменко можно по праву считать одним из родоначальников русского рока. Музыкант пошел отнюдь не по пути бардовской традиции. В своих песнях он адаптировал западный рок. В какой-то мере Науменко был первооткрывателем этого жанра для продвинутого советского слушателя. О некоторых событиях этого дня. В 1718 году по указу Петра I создается капитул российских орденов, который разрабатывает статут государственных наград, ведет учет награжденных. Но почти сто лет после того наградная система в Российской империи регулировалась указами по отдельным орденам. Заслуги кавалеров из высшей аристократии и генералитета определялись только по личному усмотрению монарха. Первым общим законом об орденах Российской империи стало утвержденное Павлом I установление о российских императорских орденах и российский кавалерский орден, так называемое кавалерское общество. В 1870 году Первый Ватиканский собор принимает догмат о непогрешимости Папы Римского. То есть Папа является, цитата, уникальным и видимым принципом и основанием единства в вере и церковного общения. Фактически Папа Римский – это Христос на земле. Считается, что Папы управляют тройным царством на небе над ангелами, на земле над людьми и в чистилище над бесами. В ознаменовании чего и стали носить тройную тиару, то есть три возвышающихся одна на другой короны. 1922 год. В Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак». Когда-то давно, в этот день, взгляд великого Николая Старостина случайно упал на лежавшую на столе книгу итальянца Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Весьма популярную на заре советской власти. Назвать клуб в честь предводителя восстания устраивало всех, ибо давало античной героикой, и идеологически было выверено. Вскоре Старостин сам набросал и логотип – красно-белый ромбик с перечеркнутой буквой «С». А уже через год, в 1923-м, на Большой Лубянке проходит учредительное собрание Московского пролетарского общества «Динамо», которое создается по инициативе Феликса Дзержинского. Тогда же утверждены и такие важные атрибуты общества, как бело-голубые цвета формы и флага, и знак в виде ромба. Правда, не горизонтального, а вертикального. В 1924-м году в Москве начинается регулярное автобусное сообщение. Первый маршрут проходит пока не в самом городе, а по дачной линии, связывая Пресненскую заставу с Серебряным Бором. В черте Москвы регулярные автобусы появились в августе того же года. 1928-й год. Максим Горький в правде называет джаз музыкой толстых. Цитата. «Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, десять, двадцать ударов. И вслед за ними точно кусок грязи. В чистейшую прозрачную воду падает дикий виск, свист, грохот, вой, рев, треск». Потом еще читаем. «Начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом». И еще фрагмент из Горького. «Это музыка для толстых». 2002 год. 18 апреля на 88-м году жизни умирает знаменитый норвежский исследователь и путешественник Тур Хейердал в семейном поместье на севере Италии. Он был болен раком. Несколько лет назад ему сделали операцию, однако болезнь прогрессировала, и накануне Пасхи он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Один из самых известных путешественников в мире. Ну и последнее. В 1987 году Грегори Робертсон в Кулиджи, штат Аризона в США, совершает одну из наиболее удивительных спасательных операций во время прыжка с парашютом. В ходе группового свободного полета Дебби Уильям столкнулась с другим парашютистом и просто потеряла сознание. Видя сложившуюся ситуацию, Робертсон маневрирует рядом с ней, но лишь на высоте 1065 метров ему удается дернуть за вытяжное кольцо ее парашюта. Смелому парашютисту удается спасти Дебби Уильям жизнь, когда до встречи с Землей остается не более 10 секунд. Чудеса случаются, потому что в мире есть волшебники. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.